Кризис на Украине Но выводы они сделали разные. Та решительность, самостоятельность, которую Россия проявила, заставила многих в странах СНГ приблизиться к пониманию того, что как бы ни было своенравно и могущественно Америка, Россия она под боком и с ней надо считаться. Поэтому хочу заметить, именно уже после украинского кризиса были сняты возражения против вступления в Евразийский Союз Армении, на очереди Киргизия. Я не могу сказать, что эти страны очень серьезно добавляют в силу своего малого удельного веса, как экономики, в общий экономический совокупный потенциал Евразийского Союза, но тренд они демонстрируют. В тот момент, когда все предсказывали, что на Западе развал Евразийского Союза, наоборот, расширяется. Я считаю, что, конечно, Евразийский Союз имеет перспективу. Для этого ему нужно пережить сегодняшние события. Россию нужно проявить как главному члену Евразийского Союза гибкость по отношению к запросам своих партнеров Белоруссии и Казахстана, прежде всего. Она это демонстрирует. Она не принуждает их никакому признанию Крыма к отказу от отношений с Украиной или с Западом. Но она внимательно следит за тем, кто как себя ведет. И, безусловно, делает свои выводы на будущее. Евразийский Союз мотивирован не текущими политическими событиями, а он мотивирован сотнями лет истории складывания хозяйственных и человеческих связей. И поэтому мне кажется, что он переживет, он должен пережить эти сегодняшние трудности. И, как мы видим, даже несмотря на эти трудности, он продолжает свое развитие. И он, как мне кажется, имеет шансы на будущее в силу того, что страны все-таки в эти трудные времена хотят опираться на какую-то взаимную поддержку. А другой поддержки для них, кроме как в России, сегодня найти в мире нельзя.